Железная дорога Пойдемте! По 50% скидка так вообще прекрасно Но во всяком случае эта компания хочет меняться Работники вокзала готовятся к приезду начальства Поэтому идет ремонт По правилам проекта нужно бы устроиться на работу Но в этот раз я решил подсунуть своего шпиона В трудовой коллектив вокзала Это моя тайная помощница Лена И она сегодня как волк В овечьей шкуре Выдал ей значит жилетку, метлу Думаю иди и таким образом В Мшитомире появился новый железнодорожник А вы знаете, сколько, например, получает уборщик на Укрзалезнице? Где-то 1300, да? Это прям Ага, а есть еще и... А есть какой-то дополнительный там доход? Может там выйти там не в свою смену, например? Или еще что-то? Да, в чем посещали? Если поверить официальной статистике То за час работы на вокзале Уборщик получит где-то 14-15 гривен Ну а Лена не привлекая особого внимания к своей персоне Ну как не привлекая? Работники вокзала в новой уборщице странного Ничего и да и нет заподозрили И по-моему даже приняли ее за свою Здравствуйте, я у вас здесь вытру Ой, у кассирши тогда был просто нереальный испуг Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что наконец-то запускается долгожданная электричка Житомир-Киев? Да, хорошо Ну конечно, хорошо Действительно у вас есть душ? А, хоть вот так, где есть душ? Я не знаю, что мы не в этом встали Не переживайте, все нормально Какого у вас там у вас душ? 10 гривен 10 гривен, да? Скоро лето, поэтому наличие душа актуально Девочки О, полотенца Все, мы идем До свидания До свидания Ой, такие добрые люди Сейчас они нам все покажут Отлично Все Спасибо Нам дали полотенце, нам дали мыло И сколько всего решает камера Сейчас направляю воду Есть горячая вода Все, все есть Волос Волос Житомирский вокзал Наконец-то превращается в людное место Все готовятся к запуску нового поезда И я надеюсь, что следующий мой визит в этот город Обойдется мне в 35 гривен Но никак не в 80 Следующим пунктом проверки Я выбрал древлянский город Коростень Добраться туда можно как на электричке Так и на поезде дальнего сообщения От Укрзалезницы и ее работников Можно ожидать чего угодно Тем более сегодня нас обслуживает Львовская дирекция перевозок Я готов Едем в поезде К Лере тут пристают пассажиры Лера это наш оператор Яхт не надо Давай хотя бы Не надо Яхт не надо Это было бы конечно смешно Но вот таким вот пьянкам В общественных местах Способствуют проводники Но то что проводники часто нарушают правила Берут взятки у пассажиров без билетников Да и к тому же иногда за чистотой в туалетах Они вообще не следят Знает каждый пассажир Это не удивительно Но вот если бы руководство следило То знали бы Что кто-то не закрывает служебное помещение То есть оставляет открытым купе проводника В интернете много роликов О выходках этой кампании То поезда неисправлены То крыши у них течут И вообще все еле-еле дышат Но еще и тараканы бегают по шторам Дорогие украинцы Подивиться Как у нас комфортно ездить в украинских поездах Подивиться И не Подивиться Все дети Дети все сидят в курточках Вот и заработают гроши Хочу бы угостить людей чаем бесплатно За то что они терплять холодину Да издеваются как только могут Не нарушайте никогда правила Не стойте У края платформы Потому что точнее по путям не ходите А то заплатите штраф От 34 до 170 гривен Укрзалезницы всячески стараются Оберегать своих пассажиров Но к сожалению Существуют в Украине люди Которые хотят нарушить то что нельзя В поисках адреналина Современные подростки Иногда совершают абсолютно необдуманные поступки Многие ради красивого селфи Готовы пожертвовать своим здоровьем Но Укрзалезница предупреждала Правда кто-то так и не прислушался к советам Сейчас на часах где-то 9 Это означает что совсем скоро Я отправлюсь вовнутрь этого вокзала У меня есть какой-какой хитрый план Потому что проверить работников Укрзалезницы Не так-то просто Но мы кое-что задумали На улице темно Поезд в 4 утра Поэтому самое время определиться с ночлегом Конечно можно и на стульчике перекантоваться Но на этом вокзале все-таки есть лучик света для пассажира Но если вы думаете что я вас в чем-то обманываю Вот смотрите постановление от высшего руководства Сами написали, подписали А я теперь этим пользуюсь Ну а нас уже заселяют в двухместный номер повышенного комфорта Берут паспортные данные Записывают кто мы вообще такие И наконец-таки сейчас покажут номер Вы готовы? Если нет, то приготовьтесь Часы даже стоят То, как нас встретили Это такая себе показательная акция Как в кассе, как и вот тут Потому что, ну, если вы бы пришли без камеры То, скорее всего, к вам бы отнеслись по-другому Увидели вот фотоаппарат И начинают там постель проверять Там, знаете, клиент бежит, с рака дым идти Нужно что с работы? Так, вам пододеяльник ходите? Нет, не надо, не надо Все, что тут есть, нам ничего больше не надо А у вас что, иногда пододеяльников не бывает, что вы так вот проверяете? Ну, знаете, разные люди бывают Воруют? Да Все понятно Сейчас же, как захочешь, когда съезжают, смотришь, проверяешь Ну, а вот если вот, допустим, а, только по паспорту, да, наверное, можно найти? Да Ну, как нам уже сказали, воруют, воруют, воруют Правда, я не знаю, что тут можно еще воровать И вот так вот на минуточку повышенный комфорт с привкусом брежневской эпохи Обошелся мне в 228 гривен Вот так Есть два одеяла Ну, ну, ну ладно, окей Мампочка вообще есть внутри? А может, как-то по ней, наверное, стучит? Ребята, посмотрите сюда Да Я вот и не знаю О, покажи им Не ломай только Тут? Пусто Ну, а зачем она нужна? Ну, как вот уборщица может поднимать вот такую птушку? Если бы я был бы начальником этого вокзала Я бы вот так вот, господи, Киев, помоги мне Мы живем, точнее, у нас такие ужасные условия Советский Союз сейчас и стоят Все просто, ну, катастрофически Как вот пассажир заплатил деньги, он вам поверил А вы ему вот такую вот свинью подложили Мне кажется, нельзя относиться к своим пассажирам вот так Это люди И в конце концов, по-человечески, пожалуйста Сделайте хотя бы хоть какой-то ремонт Вот на эту подушку ляжет человек своей головой Но я могу сказать, что она чистая Получается, я пассажир в безвыходном положении Заплатил деньги, но все, значит, буду тут спать Как вы поняли, утро началось с предсказуемого сюрприза Опа-на Это пятна на постели Вот за такое 25 гривен Ну, то, что когда-то этой постелью пользовалась девушка Сразу видно, тональный крем Или как он там правильно у них называется Волосы, вон эти волосы Настоящие человеческие волосы Минус, это большой минус Еще одно разочарование Ну, а мы с вами перемещаемся в Одессу Всем ведь давно известно, как работники Укрзалезницы Назначают поезда и составляют расписание Например, Киев считает одесское направление Вообще нерентабельным Поэтому выбор невелик Ажиотаж на плацкарт сумасшедший Но в этот раз я уезжаю с ветерком Я вам сейчас покажу распиаренный на всю страну Интерсити Потому что есть люди, которые даже не знают Об этом поезде Но тут все быстро Комфортабельно И дорого Тут есть кафе для пассажиров В ассортименте холодные, горячие напитки Всевозможные завтраки, обеды, ужины, салаты, каши, десерты Но Саймички, конечно, салаты Вообще Вот, совсем гриб, 40 гриб Отлично С другого применения я этому не хочу Сейчас вот О, ё-моё Туалет Вот это туалет, я понимаю Все светится, куча кнопок Автоматизировано, чистенько, аккуратненько Да везде бы так Запах такой розовый, ну, необычный А не бы так Ой, это что случилось? Ха-ха-ха, твое время и стекло А тянет эту всю байду обычный электровоз, как ни странно Вот и весь секрет скорости Укрзалезница сейчас переживает не самые лучшие времена А все потому, что кое-кто забыл одну простую вещь Надо работать для своих пассажиров и для людей Это самое главное И когда-нибудь укрзалезницы не буду вот такую порвуто, как ця жилетка И все наладится Меня зовут Ярослав Гула Это проект Лайфериста Такой работы нет ни у кого Она есть только у меня Куда я на следующей неделе отправлюсь работать Вы 100% узнаете первыми Но если вы хотите как-то помочь проекту То пишите мне на почту Отвечаю всем Куда-нибудь завербую, куда-нибудь отправлю У нас все обязательно получится Я вас всех очень-очень люблю Пока